Слава Богу! Мир вам, братья и сестры! Спасибо Харистам, спасибо группа прославления, всем спасибо! Я благодарен Богу за возможность видеть всех вас и быть здесь. Поэтому в самом начале примите горячий, теплый привет из далекой Флориды, из города Джексона, церковь «Живой поток». Пусть вас всех благословит Бог. Чем интересна наша церковь? Я как-то сказал в церкви, что у нас за 13 лет, а сколько эта церковь существует, было два похоронных служения и около 70 свадеб или бракосочетания. Я как-то сказал в церкви, один гость приехал, говорит, здесь пришел на кафедру, и понятно, почему к вам люди едут. Я говорю, почему понятно? Потому что, говорит, у вас старики не умирают, а молодые замуж выходят. Слава Богу за все, что мы имеем от Бога. Я желаю вам обильных Божьих благословений. Я тоже приехал в Миннесоту впервые летом. И, скажу честно, даже курточку взял. Ну, как-то привык, что здесь холодно, но она мне не понадобилась. Поэтому Бог дал нам хорошее время. И это как-то у меня получилось в паузе, только закончилась миссерская школа, и уехали все уже на миссию. А я уже их догоняю, в четверг улетаю к ним. Но у нас был небольшой перерыв, две недели. Сейчас начинается новая школа, и я здесь. У нас было такое здесь вот праздник. Тоже было свадебное торжество. А сегодня я в вашей церкви благодарю брата Василия, всех ваших братьев. Ну и приглашаем гостей. Добро пожаловать. Теперь уже ваша очередь. Так как я у вас нечасто бываю, я хочу проповедовать о самом важном и самом главном. Вы уже сами подумаете, что для вас самое важное и самое главное. Я буду говорить о духовном здоровье. Мы все заботимся о здоровье, часто опаздываем. Уже где-то после сорока начинаем читать журнал здоровья. Ну и еще другие там находим источники. То есть мы начинаем этим заниматься, когда мы что-то потеряли. Не так ли? Хорошо делать все вовремя. И я надеюсь, что я вовремя здесь. И кому-то это будет благословением и помощью. Кому-то просто привывка. И вы видите уже тема моей проповеди сегодня. Духовная кардиограмма сердца. Духовная кардиограмма сердца. В каком состоянии мое сердце? Кто может изменить мое сердце? Каким должно быть наше сердце? Почему мы на это должны обращать самое главное внимание? Я хочу, чтобы вы что-то услышали лично для себя. Один человек сказал, говорит, удивительная вещь – скорость звука. Когда родители детям говорят что-то важное в лет 15-20, они начинают слышать где-то к 40 годам. Скорость звука. Я хотел бы, чтобы вы услышали что-то прямо сейчас. Вы знаете, что болезнь легче предупредить, нежели ее лечить. А успех любого лечения зависит от правильно установленного диагноза. Если правильно установлен диагноз, это уже половина успеха. Давайте попробуем последовать за Словом Божьим и что-то услышать для себя в этой теме. Первая мысль, о которой я хочу сказать, что необходимо хранить больше всего, кто знает? Сердце. Это основной стих. Вы можете читать вместе со мной 4.23 книга Приджт. Там написано, что больше всего хранимо, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Правда есть в том, что мы, люди, живя на земле, что-то теряем. Теряют люди вещи, теряют люди деньги, даже дома теряют, работу теряют. И, безусловно, попадая в подобные ситуации, люди переживают какой-то кризис. Но самая большая потеря – это потеря сердца. Потерял сердце – потерял все. Потерял сердце – потерял жизнь. Несколько важных моментов, почему важно хранить свое сердце. Почему это важно и жизненно необходимо. Вы видите, что от состояния нашего сердца зависит наше самочувствие. Здесь есть люди старшего возраста, и они знают, что если больное сердце в человеке, то бесполезно укреплять руки и ноги, бесполезно в джим ходить. Надо сердце лечить. Не так ли? То есть сердце наше является центром нашей физической и духовной жизни. Вот почему написано «больше всего хранимого». Люди хранят деньги, много вещей хранят, но больше всего хранимого, потому что потерял сердце – все потерял. Из него – источники жизни. И бывает так, человек живой, но он как тень, источники потеряны. Он не несет в себе жизни и благословения для других, потому что из него – источники жизни. Теперь послушайте. Вы можете иметь золотые руки. То есть любая работа попросили – вы сделали. Вы можете иметь светлую голову. Вы закончили университет, а может быть два. Но если у вас проблема с сердцем, если у вас сердце нечистое, будете страдать вы и ваше окружение. Больше всего хранимого. Храни свое сердце. Следующее, почему важно хранить свое сердце. От состояния нашего сердца зависит наше поведение. Вначале чистое сердце, а потом и улыбка чистая, и взгляд, и разговор, и жизнь. Все начинается из сердца. Все начинается из сердца. Зависит наше поведение, наша жизнь. Смотрите, пример из Библии. Помните, когда Бог изменил сердце Закхея? Когда Бог изменил сердце Закхея, что произошло? Он сказал, Господи, половину имения Моя я отдам нищим. И если кого-то, чем обидел, воздам вчетверо. Никто не просил, никто не требовал это у Закхея. Просто Бог изменил сердце. И он говорит, Господи, я готов. То Он только брал. Когда Бог поменял сердце, Он уже готов отдать все. Зависит наше поведение. Причем, если на троне нашего сердца Бог, если наша жизнь подчинена Богу, послушайте, то у вас будет правильное отношение к людям, к обстоятельствам, к деньгам, к работе, к семье, к церкви. Если же Бог не восседает на троне нашего сердца, то мы будем все видеть в искаженном свете. Поэтому люди, в которых нарушено сердце, они по-другому видят, по-другому слышат и по-другому живут. И если у человека нарушено сердце, то он слушает таких проповедников, как я, и он думает, а к кому это относится? Это хорошо тому человеку бы услышать. Жалко, что ее сегодня нет. Ну и так дальше. Но Бог имеет что-то сказать лично каждому из нас. Поэтому еще несколько важных моментов, почему важно хранить свое сердце. От чистоты нашего сердца зависит наше отношение. Наши отношения. Я не знаю, какие у вас отношения, но я очень хочу, и Бог заинтересован в том, чтобы они были здоровыми. Что является источником конфликтов и напряжений в доме и просто между людьми? В Библии есть так написано, послушайте, откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих членов ваших? Скажите, пожалуйста, где живет злоба? Где живет ненависть? Где живет ревность? Где все это написано исходит из сердца? Вот почему люди завидуют. Вот почему люди враждуют. Вот почему люди ссорятся. Изменяя наше сердце, мы способны менять наше окружение. Несчастные люди, они делают других несчастными. У них плохо и вокруг все плохо. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Итак, пожалуйста, обратите на это внимание. Почему? Потому что Бог заинтересован в наших здоровых отношениях намного больше, нежели в том, что мы делаем. Написано, если ты пришел к Богу или к жертвеннику и вспомнил, что кто-то имеет против тебя или ты, то что написано? Пойди примирись, а потом приходи. То есть для Бога отношения наши намного важнее наших служений. А отношения наши, они зависят от состояния нашего сердца. Вы можете обвинять других, вы можете оправдывать себя, но часто проблема не в них, а проблема здесь, прямо под носом, прямо в сердце. Еще послушайте, почему важно хранить свое сердце. От состояния нашего сердца зависит то, как мы будем реагировать на обстоятельства и поведение других людей. наше окружение. Если, например, у человека нечистое сердце, он будет травмироваться от любого шороха. Вы слышали, например, такое поведение или такой разговор, ты меня сегодня не трогай. Послушайте, если вы даже его трогать не будете, он будет периодически взрываться. Не потому, что вы его трогаете, а потому, что у него проблема есть здесь. А какая же христианская жизнь? Вы можете плевать мне в лицо, вы можете трогать, распинать меня, но это никак не отразится на состоянии моего сердца, на моем поведении разговора. Таким был Христос. Смотрите, пример из Библии. Пример из Библии. Библии 37,4. Там написано есть так. «И увидели братья его, это братья Иосифа, что отец их любит его, более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Скажите, пожалуйста, кто не мог говорить с Иосифом дружелюбно? Кто? Братья? Родные братья? Послушайте, не потому, что не хотели, а потому, что не могли. Возникает вопрос, что сделал Иосиф им плохого? Ничего. Может быть, они плохо были воспитаны в отцовском доме? Нет. А где же проблема? Проблема в том, что они потеряли свое сердце. Вначале какая-то зависть, а потом она укореняется все глубже и глубже. А потом человек не может. Послушайте, христиане, как наркома не может бросить наркотик, а пьяница водку, так человек с нарушенным сердцем, с нечистым сердцем, он не может быть дружелюбным. Он хочет, но не может. Он не может поступать так, как ему даже хочется. Вот почему всем нам нужен Христос. и не могли, и не могли говорить с ним дружелюбно. Вы знаете, любое мнение о человеке, другом человеке, даже о церкви, зависит от состояния нашего сердца. И от того, насколько вы этого человека любите. Любое мнение. То есть, от состояния нашего сердца зависит то, как мы будем реагировать на поведение других людей. Мое послание сегодня в том, что перемены должны быть не только внешние, но и внутри. Вы согласны с этим? Пусть нас всех благословит Бог. Еще одна важная истина, почему важно хранить свое сердце. От чистоты нашего сердца зависит наше будущее. Вы готовы сказать аминь? Библия говорит, блаженны чистые сердцем, ибо они что? Бога узрят. Как узнать, в каком состоянии мое сердце? Послушайте, если вас кто-то или что-то раздражает, то проблема не в них, а проблема здесь. Если вы периодически теряете мир или взрываетесь, как воздушные шарики. Некоторые говорят, вот если бы меня дети не раздражали, а я говорю, дети другой работы даже не знают. У них как бы есть такая наклонность. Но это не значит, что ты должна. Если бы у меня был муж, как ангел, или другая жена. Послушайте, если проблема есть в сердце, сам брак, он зависит, успех в браке не сколько зависит от найти хорошего человека, а каким хорошим человеком быть. Мы все в поисках, но не обращаем внимания на свою жизнь. Но Бог смотрит, что на сердце? И говорит, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. В наши дни много говорят о чудесах, о поклонении, но мало говорят о так, кто призывает Бога от чистого сердца. Это те люди, которые говорят Богу приблизительно так, испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. А узнать мы себя можем как? Только в испытаниях и в дороге. мы пытаемся от них избежать, но они часть нашей жизни. Поэтому послушайте меня внимательно. Если вас, например, оскорбили, обидели, а вы отреагировали совершенно спокойно, значит, у вас чистое сердце. Люди, которые обижают нас, они были и будут. И раздражать тоже. Но это не значит, что ты должен просто реагировать так по-плоцки. Ты должен быть тем человеком, кем мы все должны быть. И наша духовность, она определяется не тем, что мы знаем, а тем, как мы, что живем. Поэтому у меня есть вдохновение для вас, для всех, кто слушает сейчас эту проповедь. Послушайте, Библия говорит, не проповедники, не служители, даже не пастыря написано Бога узрят. А кто? Чистое сердце. А значит, мы все равны. Независимо от того, какую должность занимали положение, у каждого из нас равные шансы. И если чистое сердце есть в человеке, значит, мы Бога узрим. И для Бога не так важно, что мы делаем, послушайте, но очень важно, что мы из себя представляем. То есть, в каком состоянии наше сердце. Больше всего хранимого. Храни сердце твое. Иначе потеряешь источники жизни. Будешь плыть по течению. Это путь в никуда. Ради этого стоит жить. Если вы ожидаете перемен, то я хочу вам сказать, братья и сестры, что небо начинается на земле. Царство Божье внутри вас есть. А это мир, праведность и радость во Святом Духе. Аллилуйя. А продолжается на небе и будет во веки и веки. И только чистое сердце Бога узрят. Если вы увидели что-то или услышали для себя, я просто вас призываю всегда, когда вы слышите проповедников и услышали что-то для себя, не стесняйтесь сказать, я слышу. Или скажите, слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Как же мы можем терять свое сердце или как попадает какая-то отрава в нашу жизнь. Воротами нашего сердца являются наши глаза, уши и наш разум. Мы идем дальше. Только что мы пропускаем в свое сердце зависит наша чистота, что попадает внутри нас. И вот послушайте, 80% информации идущей в наш мозг мы получаем через глаза. Поэтому самой, можно сказать, разрушительной силой тьмы является в настоящее время демонстрация эротических и порнографических сцен. Потом нечистые мысли и нечистая грязная жизнь. И единственное средство, как это избежать в особо на горе молодежи наблюдайте, куда вы смотрите. иначе это останется в тебе надолго. Это нарушит твой покой, твой сон. Это будет разрушать тебя внутри. Запомните, невозможно согрешить вначале, не думая об этом. И невозможно гневаться или раздражаться, если у вас хорошие мысли и чистое сердце. Скажите слава Богу. Слава Богу. Еще есть наши уши. То, что мы слышим и как мы слышим, 20% информации мы получаем через наши уши. И не все, что вы слышите, необходимо слушать. Есть такое понимание, как наушники или сплетни. Это искаженная, негативная информация о ком-то или о чем-то. Они сладкие для наших ушей. Почему? Потому что подпитывают нашу гордость и разрушают нас внутри. Сегодня есть в этом серьезная проблема. Когда Бог коснулся прока Исаия, он встретился с Богом, то знаете, что он сказал? Он сказал так, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. То есть у меня две проблемы он увидел в присутствии Божьем. У меня проблема с языком и люди, которые окружают, у них такая же проблема. А теперь послушайте. Вы помните этот псалом, где написано «Кто может пребывать в жилище на горе твоей? Помните? И когда Бог призывает нас о горд, то интересно заметить, что там не написано наркоманах, пьяницах, каких-то грешниках, но там четко написано «Кто не клевещет языком своим и не принимает поношения на ближнего своего». У вас было вот в практике такое состояние или такая встреча, что вы с кем-то общались, а потом говорите «Я не хочу это слушать, извини». И не принимает поношения на ближнего. Действительно, чистое сердце они, что Бога узрят. Следующая моя мысль, как можно узнать, в каком состоянии наше сердце. Вы хотите это услышать? Как это можно узнать? В наши дни мало говорят о том, что скверняет наше сердце, и о том, кто может его изменить. Имя Ему Иисус Христос. Итак, первое, как мы можем узнать, в каком состоянии наше сердце? Состояние нашего языка дает верный диагноз, в каком состоянии наше сердце. То есть, стоит послушать человека в течение 15-20 минут, и можно узнать, в каком состоянии его сердце. Правда, интересно? В Библии написано, что мы, примирившись с Богом, послушайте, получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. То есть, человек чем живет, о том он и говорит. Поэтому, например, любители машин, они говорят о машинах, грешники, о грехе, любители магазинов, о магазинах. Но о чем люди только не говорят. Но истина есть в том, что чем сердце наполнено, это вырывается или проливается наружу через наши усты. И если мы хотим проверить, в каком состоянии наше сердце, мы должны на это обращать серьезное внимание. Смотрите, как написано в Библии. Как вы можете говорить, добрые, будучи злые? Интересное заявление, правда? Вот хочется же временами хотя бы добрые говорить. Но Библия говорит, вряд ли у вас получится, если вы злой человек. Спрашивается, откуда берутся злые люди? Я вам просто расскажу. Послушайте, если у вас проявилось зло, независимо от обстоятельств, послушайте, и вы проявление зла оправдываете в себе, вы ее укореняете внутри вашего сердца. Еще раз, если у вас проявилось зло, а вы говорите, вот если бы, ох, какой он, какая она, если бы не они, если вы оправдываете, вы ее укореняете в себе, вы медленно, но уверенно теряете свое сердце. Результат каков? Послушайте еще раз. Как вы можете говорить добрые, будучи что, злым? Ибо избытка сердца, говорят уста, добрый человек из доброго сокровища выносит что? Доброе. А злой что? злое. То есть, есть прямая связь между нашим сердцем и нашими разговорами. Причем сердце, оно как дерево, а наши разговоры как плоды. Еще раз, если сердце доброе, то слова будут какие? А если сердце злое, то и слова будут какие? Злые. Не может так человек по-другому жить. Не потому, что не хочет, а потому, что не может. А почему не может? Потому, что потерял свое сердце. Говорит, я не хотел, но как-то выскочило. Послушайте, как это выскочить может? Если вот здесь нету собачки, я скажу вам, пожалуйста, выгоните собачку. Мы можем всей толпой гонять, но его нету. А если он есть, то это можно сделать, так или нет. Если что-то выпрыгивает, значит, он живет. Христос был другим, и мы должны подражать ему. Я хочу, чтобы ваши семьи были благословены, ваша церковь. Я желаю это от души. Я желаю, чтобы ваши семьи были как райские гнездочки. А церковь это как сведущий плодоносный сад во имя Иисуса. Мы можем жить победоносной жизнью, и Слово Божие, оно просто нас вдохновляет на это. Библия говорит, если мы не обуздываем свой язык, то у нас пустое благочестие, то есть ноль, зеро, ничего. Какие наши разговоры сегодня? Все зависит от состояния нашего сердца. Чем сердце наполнено? Почему сегодня мало проповедующих в Англии? Например, неверующим. Все понимают, что это надо, но в чем проблема? Чем наполнено сердце? Когда апостолам запрещали проповедовать, их били, угрожали, они говорят, мы не можем молчать. Мы хотим, но мы не можем, потому что это была часть ее жизни. Это было их состояние сердца. Аллилуйя! Слава Иисусу! Давайте пойдем дальше. Как узнать, в каком состоянии наше сердце? Нечистое сердце всегда делает виновным другого человека. То есть, если в сердце есть какая-то нечистота, она проникает наружу через самооправдание. Мы проверяем наше сердце. Тема моей проповеди духовная кардиограмма сердца. Вот смотрите, пример из Библии. И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты нах? Это было обращение к Адаму. Не ел ли ты от дерева, которое я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. Скажите, пожалуйста, когда Адам согрешил, Бог искал Адама, чтобы помочь ему, не так ли? Он не случайно искал, он ему предоставлял шанс. И говорит, Адам, где ты, желая увидеть искренно с ним, хотя Бог знал, где Адам, не так ли? А смотрите, поведение Адама. Кто оказывается виновен в том, что Адам согрешил? Он сказал очень четко, жена, которую ты дал мне. Значит, кто был виновен? Жена, а следующий кто? Бог. Еще раз, нечистота в сердце, она прорывается наружу через самооправдание. Когда у вас возникает какой-то конфликт, послушайте, кто у вас виновен? Или кто у вас просит прощения первым? Вы знаете, просто общаясь с семьей, я наблюдаю такую картину. Может быть, это к вам не относится, что в семьях иногда так бывает, один виновен всегда, другой никогда. И виновен, послушайте, как он себя ведет, вместо того, чтобы извиниться, он ждет момента, когда ты спотнешься, что-то скажешь, и говорит, вот видишь, какой ты. Поэтому в христианстве есть такое, один просит прощения всегда, другой никогда. но Бог смотрит на наше сердце. Запомните, просить прощения не стыдно, это почет, грех делать стыдно. Аллилуйя, слава Иисусу. Жена, которую ты дал мне. Нам кажется, если бы нас поселили в идеальные условия, мы были бы как ангелы. Но, друзья мои, я хочу вам сказать, что человека с нечистым сердцем, ее хоть на луну пересели, будут одни и те же песни, а я в Египет домой хочу, я так давно не кушал лука. Иисус здесь, чтобы помочь каждому из нас во имя Иисуса. Итак, самооправдание следует за сквернением нашего сердца. Кто в твоем поведении виновен? Ответьте лично для себя. Еще раз, если твое поведение в христианстве зависит от окружения или от обстоятельств, то запомни, проблема есть серьезная в твоем сердце. Христиане это те люди, которые ведут себя правильно, не потому, что в их жизни все хорошо, а потому, что все хорошо здесь. Христиане поют, потому, что их сердце поет. Весел кто из вас, пусть поет, что? То есть пение для веселых. Слава Иисусу. Пение для веселых, для радостных. Если сердце поет, то не нужны слова, а если сердце не поет, то слова вряд ли помогут. Бог начинает работу из сердца, слава Иисусу, и Он желает зажечь Божьей благодатью каждой из нас во имя Иисуса. Следующее, как узнать, в каком состоянии наше сердце. Если у человека нарушено сердце, он не видит хорошего ни в людях, ни в церкви. Я надеюсь, что таких людей здесь нет. Но я хочу вам просто прочитать еще один стих из Библии. Написано, для чистых все чисто. А для скверненных и неверных нет ничего чистого, но скверненных и ум и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются от Него, будучи гнусны и непокорны, и не способны никакому доброму делу. Ужасает это все. Это люди, которые говорят, что они знают Бога. И это серьезно. Для чистых все чисто. Пусть Бог нам поможет лучше узнать или понять для себя эту истину. Если же этого не происходит, послушайте, люди с нечистым сердцем, как они себя ведут? Они всех подозревают, они все перепроверяют, они уточняют, они обвиняют и пытаются все и всех контролировать. Обычно в церкви все плохое знают люди, которые кем-то или чем-то недовольны. и так можно жить в недовольстве и в ропоте, а можно иметь чистое сердце и славить Бога своей жизнью и своими устами. Скажите слава Богу. Следующее, как узнать, в каком состоянии наше сердце? Четвертый момент. Когда люди неправы, они раздражительны и недовольны, а когда правы, они спокойны. вы встречали таких людей, за истину смотришь, а он покраснел весь. Говорит, ты за истину? Говорит, да, а он против. Говорит, пусть он волнуется, а ты будь спокоен. Христос в состоянии защитить истину, а истина на то и истина, что она способна себя защитить. Аллилуйя! И чтобы защищать истину, надо самому быть истинным во имя Иисуса. Итак, люди, которые неправы, они обычно раздражительны и недовольны, а люди, когда правы, они спокойны. Чтобы убедить всех вас, что это так, давайте прочитаем одно местописание из Библии. Послушайте, это Гесфир, я читаю пятая глава, с девятого стиха, вы можете следить за мной. Написано так, «И вышел Аман тот день веселый и благодушный». У меня вопрос вам, с каким настроением вы пришли сегодня в церковь? Я спрошу, это не случайно, послушайте, послушайте меня внимательно. у нас есть в церкви такой тест на совесть. И вот я недавно спросил, кто из вас в течение суток хотя бы разочек потерял мир? Пожалуйста, садитесь. И несколько людей попадали просто. Они были честные. Почему это спрашивал? Послушайте, когда вы направляетесь в церковь, дьявол как никогда атакует вас. И единственная цель дьявола похитить ваш сердечный мир. А потом уже ему все равно, куда вы идете и что вы здесь собираетесь делать. Но если вы потеряли этот мир, вам здесь уже можно сказать делать то в принципе нечего. Но некоторые успевают поругаться даже по дороге в церковь. Я особенно если далеко ехать. Но Бог смотрит на сердце. Во имя Иисуса. Смотрите, Аман вышел веселый, у него классное настроение. Веселый, благодушный. Послушайте, что потом было. Но когда увидел Аман Мардохею в род царских, и тот не встал с места и не тронулся, и не преклонился пред ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардохея. Очень интересная ситуация. У вас бывает так, например, вас пригласили в гости, собрался ваш человек двадцать, вы входите в последнем. И увидели будет туторию, и он здесь, и у вас настроение пропало. То если это бывает, то проблема не в них, а проблема здесь. Посмотрите на этого человека. Он обладал всем, о чем люди только мечтают, Аман. Он был вторым человеком в государстве. Пред ним все преклонялись. И вот смотрите, Аман не преклонился. Мне хочется кричать, Аман, тебе остальных мало? Еще раз, тебе что, мало? Но настроение в один момент пропало. У меня вопрос, что Мардохея ему сделал плохого? В чем он был виновен? Говорите громче, в чем? Ни в чем. Это не все. Смотрите, что дальше было. Однако же скрепился Аман, но мы же христиане, мы знаем себя, где, как себя вести. Вы знаете, что дома, это единственное место, где мы не притворяемся. Вы знаете, почему? Потому что там нас уже давным-давно все знают. Однако уже скрепился Аман, и когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и заряжил сыну свою. смотрите, и рассказывал им Аман о великом богатстве своем. Я хочу обратиться к аудитории молодежи, которые мечтают о больших богатствах и заработках. Я говорю сейчас об очень богатом человеке. Дальше написано. И о множестве сыновей своих, ибо о всем том, как возвечил его царь, и как вознес его над князьями и слугами царскими. Послушайте, положение прекрасное, должность занимаемая. Лучше не придумаешь. Семья прекрасная. Еще раз повторяю, денег сколько хочешь, но нет ни мира, ни счастья, ни покоя. И все виновны, кроме меня. Что произошло в жизни Амана? Произошло то, о чем я сейчас проповедую. он потерял свое сердце. А дальше и жизнь не в радость. В Киеве недавно произошло убийство. Семейная пара просто изрезали друг друга ножами. У них была люксовая квартира на Крещатике. Занимали 10 комнат, два этажа с бассейном. И говорят, пришла подружка и купила новые там бусы, серьги и начал рассказывать хозяйке о приобретении. А у меня таких нету. И начала вот у тебя муж хороший, а мой жлоб. и в это время случайно зашел муж, который обычно днем домой не приходит. И он услышит этот разговор. И началась ссора. Потом они схватили ножи и сполосали друг друга. И что интересно, они имели все, но не было там счастья, там не было Бога. Она умерла, 15 ножевых ранений на ней было. Но она успела написать еще умирая кровью жлоб. Девчонка, вы хотели выйти замуж за такого жлоба? 10 комнат, дом с бассейном. Ну бусы не купил. Может быть и купил бы, не успел. Жлоб. А он уже израненный вышел на балкон и там его увидели соседи, что он иссякает кровью. Он там упал. Вызвали уже там полицию. Через сутки он тоже умер. Его не спасли. В каком состоянии быть, чтобы подобные вещи творить? Это люди, которые любили друг школьной семьи. И вдруг вспышка. Уважаемые христиане, зло, оно уничтожит человечество. Запомните это. Не атомное оружие, а зло, живет человек. Вот почему христиане со злобой не дружат. И если оно проявляется в тебе, сегодня тебе надо помощь в Иисусе. Во имя Иисуса. Послушайте дальше за Мордахей, что написано. сказал Аман, и царица из Фири, никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так на завтра я зван с царицей на пир. Вот смотрите, все он рассказал прекрасно и на пир царский к самому царю, вот как президенту. Я уже получил приглашение. Аман, чего тебе не хватает? чистого сердца. Сегодня все присутствующие в этом зале вы еще раз получаете приглашение на брачный пир, который будет не на земле, но на небе. На основании Библии на этот пир будут приглашены все, но ничто не чистое и преданное им мерзости лжи туда не войдет. Мы приближаемся к этому событию, а Бог сегодня приготовляет свою невесту, твое и мое сердце. У нас как бывает практическая жизнь, я рассказывал, у нас часто свадьбы, и я говорю с иными человеком, будет свадьба в субботу, он говорит, опять свадьба, тебя приносит, да, говорит, а что ты недоволен, опять это жратва, а мне хочется сказать, то-то не жри. Слушай, потом встречаю другого человека, а тот говорит, а меня не пригласили, и смотрю, весь паник, и думаешь, и пригласили плохо, и не пригласили плохо, а плохо, не потому, что плохо, а плохо вот здесь. Я не знаю, как у вас, вот бывает так вот с проповедниками, просто предлагаю брату проповедь, а он смотрит на меня, и такое выражение, что ты ко мне, пристал. Но не хочется обижать человека, а смотришь, а другой говорит, а почему вы мне не даете проповедь? И получается, и даешь плохо, и не даешь. А почему плохо? Потому, что моя ответственность быть готовым проповедовать, а дадут или не дадут, это не от меня зависит. чистое сердце Бога взряд. Итак, какая, в чем была проблема Амана? Послушайте, чего не хватало Аману? Он сказал, но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мардахея и удеяния сидящего в урод царских. Вот для полного счастья один человек мешает, встал на дороге, вот не было, все будет прекрасно, но это было заблуждение. Знаете почему? Потому, что когда он сказал это, то проблема была не в Мардахее, а в Амане. И когда друзья согласились сделать вот эту виселицу, помните, и повесить на ней Мардахея, чтобы он сон с дороги, скажите, кто в конце концов там был повешен? Аман. Как жалко человека, правда? Кто роет яму, тот написано сам. попадет в нее. Все было прекрасно. Чего тебе не хватает? Вот не было бы Мардахея, но проблема была здесь. Он потерял свое сердце. Кто мешал Каину в служении, помните? Авель. Вот не было бы Авеля, все было бы. Но что случилось, когда он убрал Авеля с дороги, что произошло? Ему стало легче, лучше? Нет. Потому что сам Бог стоял против Каина. Мы имеем дело с живым Богом, а не с людьми. И от наших взаимоотношений, братья и сестры, зависит наше будущее. Чтобы войти на брачный пир, надо войти туда как с чистым сердцем. Мы сейчас будем молиться, кто может изменить наше сердце, кто может тебе и мне помочь. Это может сделать только Христос, запомните это. Еще раз, 60 тысяч операций на сердце. Христос может это сделать совершенно даром. Никакой хирург не сможет избавить тебя от злобы или гнева, а Бог может. При условии, когда ты откроешь Ему свое сердце. Мы здесь пытаемся установить диагноз, но исцеляет сердце только Христос. Иди к Нему во имя Иисуса. Открой Ему свое сердце, скажи, я слышу, я слышу, я иду. Что это значит? Посещение больницы не делает человека здоровым, но выполнение предписания врача. Посещая больницу образно церковь, можно сказать, вы можете даже заболеть, потому что туда идут в основном больные. Но если вы выполняете предписание врача, вы будете здоровы духом, душою и делом. Слава Иисусу! У Бога есть милость для нас. Бог может изменять судьбы, сердца, отношения. И я верю, меняюсь я, меняется моя семья, меняется семья, меняется церковь. Проблема номер один в том, что нам хочется всех поменять, лишь бы меня никто не трогал. Но Бог имеет слово лично к тебе. сегодня твой день. Аллилуйя! Аллилуйя! Сейчас мы идем к молитве. Я хочу, чтобы Бог приготовил ваше сердце. Как Бог исцеляет сердца, когда человек искренно идет к Богу и говорит, что в этом я виновен, не они. Я понял, Господи помилуй меня. Я иду к тебе таков, как есть. Твоя искренность изменит все во имя Иисуса. Но мы должны просто двигаться ко Христу. Не только приходить в здание, но приходить к тому, кто может искренне тебе помочь. Он здесь, чтобы служить нам. И когда Он послужит тебе, ты сможешь служить другим. в начале Бога служение, а потом служение. Он среди нас как служащий. Он может исцелять сердечные раны и убирать тревогу и боль. Он может посылать совершенный покой, когда вокруг все неспокойно. Но что для этого надо? Смотрите, что надо было за Кхею, чтобы он изменил его сердце, Бог? Ему надо было залезть на смоковницу. Скажу вам честно, для начальства это не очень подходит. Начальник, уважаемый человек в городе, в обществе, обладающий властью человека, авторитетом каким-то. А вот возможности увидеть Иисуса другой нет. И вот этот маленький Закхей, куда обычно залазят только дети. А Христос сказал, кстати, будьте как детям. Он залез туда, и когда он это сделал, Христос говорит ему Закхей, сходи скорее, я иду к тебе домой. братья и сестры, я хочу, чтобы он пошел вместе с вами, когда закончится это служение. Я пойду с тобой, я помогу тебе. Он унизился, когда поднимался на эту смоковницу. Он просто отверг свою гордыню и сказал, Господь, помилуй меня. У меня есть утешение для всех присутствующих, что сегодня не надо на дерево залазить. Приди к алтарю и скажи, Господь, помоги мне. Я слышу, я здесь. Посмотрите, что произошло потом, как Бог изменил его сердце. Он обманывал, отбирал людей. Помните, он собирал налоги, слышите? И если бы Закхея вызвала полиция, она бы сказала, Закхей, пожалуйста, пиши, кому ты должен, сколько должен и сколько ты там человек обманул. Вы знаете, если бы это была полиция, то Закхей некоторых должников бы забыл, а некоторые долги переполовинил, но бы искал пути, как выйти из ситуации. Но смотрите, что делает Христос? Он не давит, он не требует, он не принуждает, он изменяет сердце. А тот говорит, Господи, половину имения готов раздать. А если кого обидел, воздам четверо. Уважаемые христиане, это может делать только Христос. Идите к Нему, как вы идете домой, и скажите, Господь, помилуй меня, исцели мое сердце. Может быть, там холод, лед, я не знаю, но Бог, только Бог может помочь тебе. Сын мой, сердце мне отдай. Сын мой, сердце мне отдай, равна и дочь. Кому принадлежит твое сердце? Мы идем к молитве. Еще одна важная мысль. Вы помните, вот общается Самсон и Долида. Она пытается узнать тайник ее силы. А он ей говорит, сделай то и то она делает. Сделай то и то она делает. Но наступил момент, когда она сказала, Самсон, ты говоришь, что ты любишь меня, а сердце твое не со мною. Послушайте, какая здесь важная истина, что даже люди понимают, когда человек говорит от сердца, когда нет сердца. Когда человек поет от сердца, когда нет сердца. Даже люди, а тем более, что Бога. Бога обмануть нельзя. И вот эта игра продолжается. Вдруг наступает момент, когда она уже, можно сказать, ее хорошенько достала. И она говорит, вся сила вот здесь. Если обрезать, я буду как прочие люди. И обратите внимание на действия Долиды и других. И Доли говорит, Филисимлян, идите, он открыл мне все сердце. Интересно, раньше он говорил, вяжите меня веревками, и она это делала. сердце. она внутри понимала, что он ее обманывает. Но вдруг она поняла, что он открыл ей все сердце. И вы знаете, что произошло? она говорит, Филисимлян, идите, он уже мне все сказал. И она убедила их, что они дали плату ей. То есть они тоже поверили, что это было от сердца. Кому мы открываем свое сердце? Ты посещаешь церковь, может быть, долгие годы, а где твое сердце? А сердце твое не с мною. Бог начинает работу из сердца. И когда сердце открыто для Иисуса, Он войдет туда своей победой и своим миром. Там воцарится божественный порядок и придет исцеление в твою жизнь и в твою семью. Аминь. Давайте мы встанем. Мы сейчас будем молиться. И я прошу всех присутствующих, если вы что-то услышали для себя, единственное, чем прошу, скажите, Господь, я слышу, я принимаю, я прошу тебя, помоги мне во имя Иисуса. А Он говорит, Сын мой, сердце мне отдай. Я не прошу половины сердца, или все, или ничего. Кому принадлежит твое сердце? А во отче. если вы услышали что-то для себя, если вы чувствуете, что Дух Святой вас зовет, вы можете пройти к алтарю, братья будут молиться о вас. Бог исцелит ваше сердце, Бог исцелит ваши отношения, Бог исцелит твою семью, Бог изменит твою жизнь. Идти к Иисусу не стыдно, грех делать стыдно. Пусть Бог вам поможет сделать несколько шагов веры и преклониться пред Ним, пред тем, кто изменяет жизнь и сердце. Давайте мы будем молиться пламенно и горячо во имя Иисуса. Иисус.